Здравствуйте, дорогие коллеги! Спасибо большое, что пригласили на ваш вебинар. Я бы хотел рассказать о кванальных гистиоцитозах в гематологической практике. Кванальные гистиоцитозы, конечно, встречаются редко, но о них мало говорится на наших мероприятиях, на симпозиумах, а вопросов с такими пациентами бывает довольно много. Итак, в своем выступлении я кратко расскажу о том, что такое гистиоцитозы, расскажу о нашем опыте в ведении таких пациентов и завершу короткими выводами. Итак, гистиоцитозы. Это, конечно, чрезвычайно редкие заболевания, примерно 1 на миллион, если говорить о взрослом населении. Предшественники – это дендритические клетки или макрофаги. И современная классификация выделяет 8 видов плюс довольно много подтипов. Но в такой практической части, в реальной практике важно понимать, что гистиоцитозы удобно разделять на лангерганцевые и нелангерганцевые. Это связано с тем, что большинство научной работы как раз проведено у пациентов с лангерганцевыми гистиоцитозами, потому что они чаще встречаются. И уже эти результаты с той или иной эффективностью были экстраполированы уже и на другие типы. Как проявляются гистиоцитозы? В первую очередь они проявляются по симптомам поражения органов мишени. Более половины пациентов – это больные с легочным гистиоцитозом. Поэтому классические – это пациенты, которые поступают к врачу с спонтанным пневмотораксом, с непонятной легочной гипертензией, с длительным кашлем, с изменениями на флюорограмме и другими такими очень неспецифическими легочными жалобами. Также визитная карточка эндокринного проявления – это несахарный диабет. Когда пациенты многие годы наблюдаются эндокринологом, получают заместительную терапию, и диагноз ставится только тогда, когда уже появляются какие-то еще представительства опухоли. Бывает, что он проявляется распространенным остеолитическим процессом, когда это выглядит как классические метастазы с поражением костей. Ну, бывает и сыпи, а бывает, что это и просто, как отдельная солитарная опухоль, и диагноз ставят уже после радикального удаления, как говорится, с соблюдением признаков областики и антибластики. В патогенезе сейчас роль основная продается мутацией генов, кодирующих метагиноактивируемые протеинки НАЗА, а конкретно путь внеклеточного сигналинга, так называемый РАС-РАФ-путь. Чаще всего встречаются БИРАФ-мутации или МАП-2К1, это взаимоисключающие. Иногда это важно для выбора потом таргетной терапии. Что по прогнозу? Прогноз у больных с 10-ацитозами напрямую зависит от того, насколько эта форма локальная или диссиминированная. При локальных формах прогноз лучше всего, потому что там допустимо оперативное лечение либо лучевая терапия, а вот диссиминированная, зависит от того, какие системы вовлечены. Первое – это 10-ацитоз с изолированным поражением легких. Даже если это многоочаговый процесс, это отдельная группа, я попозже о нем скажу. Второе – это односистемное поражение. И третье – это уже мультисистемное с поражением и без вовлечения органов риска. Доказано, что если вы вовлечены печень, середенки, костный мозг и центральная нервная система, то у таких пациентов заболевание течет более агрессивно. Буквально два уточнения по по типам. Итак, легочный 10-ацитоз. Это чрезвычайно такое нетипичное для нас заболевание, поскольку, с одной стороны, это процесс клональный, то есть практически злокачественный, а с другой стороны, здесь основной триггер – это табачный дым. И почти все эти пациенты – это курильщики. И здесь нужно обязательно пациенту сказать, что простое устранение табачного дыма может полностью привести к излечению без всякого лечения, без химиотерапии, без пронизолона, без ничего. Поэтому дежурная фраза «вам нужно бросить курить» должна, конечно, быть другой. Сигарета, которую выкурил пациент перед кабинетом, должна быть последней в его жизни. Более того, сейчас уже накоплены данные, что и вейпы, и ингаляционные наркотики, даже благовония могут тоже вызвать 10-ацитоз. Поэтому обязательно с такими пациентами надо беседовать, чтобы даже пассивного курения в жизни не было больше. И еще раз говорю, только лишь одно это может привести как минимум к стабилизации, а то и к полному разрешению процесса в легких. Но если это не получается, тогда стандартная химиотерапия, попозже скажу о ней, и в том числе трансплантация легких. И это лучше делать на ранних этапах. Поэтому обязательно пациенты с легочным гистиоцитозом должны вестись совместно с пульмонологами и гематологами, чтобы сразу понять, что химиотерапия не помогает, и до развития декомпенсированного легочного сердца, чтобы эти пациенты обязательно обсуждались на операцию. И я знаю, что и в Петербурге, и в Москве такие пациенты появляются опять. Эта операция выполняется, и даже недавно была выполнена повторная ретрансплантация спустя много лет после первой. Поэтому это реально, и это обязательно делать надо. Немного про кожный гистиоцитоз. Это тоже такая считается отдельная группа, и подход к ним аналогичен пациентам с кожными лимфомами. Пациентам с кожным гистиоцитозом, к сожалению, нельзя вылечить, но зато можно обеспечить им нормальную жизнь на многие-многие-многие годы без заболевания. И тут в терапии тоже используют, как и с кожными лимфомами, и метатриксат, и даже малые дозы гидроксимочвина, и даже облучение. Итак, мы с вами поговорили о гистиоцитозах в целом. Теперь я расскажу о нашем опыте лечения таких пациентов с кванальными гистиоцитозами в городской клинической больнице номер 31 Санкт-Петербурга. Но сначала, кто эти пациенты, какой диагноз встречается чаще, какой реже. И мы ведем такую небольшую базу данных уже 9 лет, и видим, что, как и по данной литературе, у нас ровно то же самое. Больных с гистиоцитозом слеток вангерганца подавляющее большинство – 2 трети. На втором месте – это болезнь Роза и Дорфмана – 11 человек. Ну, а всех остальных совсем по чуть-чуть. Это и болезнь Розхейма Честера, и гистиоцитарный саркома, и другие типы. Отдельно скажу, что еще 6 человек – это больные с болезнью текучей Фуджимота. Это, с одной стороны, да, не кванальный гистиоцитоз, но тоже гистиоцитоз. Поэтому мы их тоже включили. Как проявлялся в наших пациентах гистиоцитоз? И мы видим, что быстрее всего от появления жалоб до диагноза был путь у больных с поражением костей. Но неудивительно. Все-таки это боли, которые гонят пациента к доктору и заставляют доктора как можно быстрее пациента обследовать. Медиан от появления жалоб до диагноза составил 3,5 месяца. Ну, а дольше всего – это больные с несахарным диабетом. Там тоже медиана примерно 8 лет получилась. Еще раз говорю, до момента, когда появились какие-то еще представительства опухоли. Что по лечению и какие особенности есть в первичном обследовании таких пациентов, о чем бы мне хотелось сказать. Когда мы впервые встретились с этим заболеванием, то их и сейчас не было, а тогда еще было меньше какой-то литературы на эту тему. И мы взяли за основу руководство, которое выпущено было Михаилом Терчаковским. Это, я думаю, один из лучших или самый лучший специалист в мире по лечению клональных 10 ацетозов у взрослых. Где он систематизировал все те данные, все те знания, которые были накоплены на тот момент. Конечно, за 10 лет... Конечно, 10 лет срок порядочный, но в целом за 10 лет ничего особенного не изменилось. Поэтому, если кому-то эта тема очень интересна, то рекомендую с этим руководством ознакомиться. И мы, в свою очередь, тоже взяли его за основу. В каких бы моментах мне бы хотелось остановиться? Ну, первое. Можно ли здесь использовать ПЭТ? Судя по данной литературе, ПЭТ здесь работает так же хорошо, как, например, и лимфомия Ходжкина. Поэтому при первичном стадировании ПЭТ-КТ таким пациентам будет очень хорошо, чтобы точно установить стадию. Есть такой анализ костного мозга, трепан-биопсия, который любят брать дематологи. Вот в данном случае, если нет анемии, от этого анализа можно воздержаться, поскольку это большая-большая редкость у больных с 10-ти ацетозами. Внимание на функцию печени, потому что 10-ти ацетоз из клеток Вандерганса может проявляться надальным или опухолевым поражением печени, а может проявляться по типу склерозирующего холандита, когда по КТ ничего, но есть холестаз. Таких пациентов лучше считать, что поражения есть, и вести их по высокому риску. Обязательно всем пациентам делать МРТ головного мозга, потому что несахарный диабет может проявляться микроденомой, а может микроденома быть и без несахарного диабета. Но вот у меня был все время вопрос, а если наоборот, несахарный диабет есть, а одном по МРТ нет, как тогда к этому относиться? Экспертное мнение Герчуковского, что лучше все-таки считать, что это высокий риск, и, соответственно, вести пациента. Лечение. В общем-то, мы полностью используем европейские рекомендации и тоже считаем, что первонаперво, если это легочная форма, то пациент должен бросить курить. И если это, подчеркиваю, конечно, он стабилен. Если там уже было 9 пневмотораксов, если уже тяжелая дышка, тогда, конечно, наверное, лучше не ждать. Но если пациент в целом стабилен, то бросить курить и прийти через 3 месяца, через полгода с консультацией пульмонолога, как это все изменилось, насколько легочные жалобы поменялись. И если динамика, как минимум, перестала ухудшаться, если новых жалоб нет, тогда пока на этом остановиться. Если это не помогло, тогда уже стандартная химиотерапия. Ну а локализованные формы – это удаление или облучение. В качестве примера покажу одного пациента. Тут, конечно, не все так однозначно, но тем не менее. Мужчина, 59 лет, жаловался на появление в виске образования, в височной области. Его удалили, но еще до того, как сняли швы, оно начало быстро расти. И к нам он пришел с таким блюдцеобразным опухолью на виске, с мелкоузелковым процессом по периферии. Это уже мешало моргать, это уже было дискомфортно. Качество жизни, конечно, было плохое у этого пациента. Ну, формально это не совсем локальная форма, но мы решили, что раз это все в одной области, давайте это попробуем облучить. И действительно, через 3 месяца блестящий эффект. Жалобы разрешились, осталась только постпигментация небольшая. А через 3 года и даже пигментация ушла. Пациент полностью вернулся к нормальной жизни, работает. Но, правда, на этом все не закончилось. Через год при повторном ПЭТ-КТ мы обнаружили образование брюшной полости, буквально 2 на 2. Его повторно прооперировали. И сейчас прошло уже 2 года. Пациент чувствует себя хорошо, без химиотерапии не лечится. Ну, мы назвали это условно многоочаговая локальная форма. Такие вещи в литературе описаны. И в принципе, если опухолевая масса маленькая, то эксперты тоже такая тактика считают допустимой. А вот как выглядит кожный десятиацитоз. Тоже пациент, который обратился... Это молодой парень, 23-х лет, с выраженным кожным зудом, с лимфореей. На голове у него было нечто вроде такой корки, такого практически панциря из корок, из гиперкератозных. Конечно, тоже качество жизни плохое. Пациенту дали метатриксат. Обычно он хорошо работает, и у пациента он сработал, но он его не мог переносить. То есть в течение трех дней после приема тошнота, рвота, не может выйти из дома. Поэтому мы перешли на гидроксимочевидную. И тоже эффект положительный. Пациент быстро ответил, и прошел уже год, он чувствует себя в целом хорошо. Но кожные формы, локальные формы лечить, конечно, сложно, но гораздо сложнее лечить пациента с диссиминированными, мультисистемными формами десятиацитозов. И здесь, опять же, в том руководстве, которым я привел, рекомендован так называемый риск-адаптированный подход. Если риск стандартный, то есть если нет поражения органов мишени, тогда можно использовать цитарабин. Как видите, доза весьма и весьма скромная. 100 мг на метр квадратный. Тогда еще рекомендовали до года лечение каждый месяц. Сейчас уже говорят, что и шести курсов достаточно. Если риск высоте, тогда кладребин. Если у пациента прогрессирование, если он не может принимать, тогда да, можно использовать метатриксат, какой-то этапозит, малые дозы. А можно использовать таргетные препараты, БИРАФ или МЕК-ингибиторы, препараты типа вембурфини, патраметиниба. Тут очень интересный есть момент. Сейчас нам все говорят, что 21 век, век таргетных препаратов, давайте всех лечить таргетами. Более того, американцы считают, что, наверное, это можно делать и в первую линию. Но так ли они хороши? Действительно, вот самое большое исследование было, называлось оно «Баскет», в 2018 году было опубликовано, где анализировался вембурфиниб у больных с БИРАФ-600Е мутации. Да, действительно, 100% ответили, но 100% пациентов все нуждались в снижении дозы, каждый третий вообще не мог этот препарат переносить. Не говоря уже о том, что это пожизненные приемы, мы должны будем постоянно делать скидку на лекарственные взаимодействия. Опять же, не говоря уже о том, сколько все это стоит, где все это брать, как пообеспечить пациентов. Поэтому европейский подход — это использование таргетных препаратов только при резистентности. Мне кажется, это весьма оправданно. Тем более, что квадребин и цитозар дают, по сути дела, те же результаты. При этом пациент получил химиотерапию и от нас ушел, и дальше живет нормальной жизнью. Хуже всего результаты при болезни Эрхейма Честера, но даже там частота общего ответа более половины. А Лендерганс вообще отвечает до 90% пациентов. Поэтому, конечно, мне кажется, что татазар, квадребинный подход — это то, что нужно нашим пациентам, и то, что лучше использовать в повседневной практике. Вот это ретроспективные данные. Мы видим, что общая выживаемость 100% у больных в нашем регистре, у которых был легочный дистеоцитоз или локализованные формы. Но с дистеминированными формами ситуация значительно хуже. А вот результаты нашего татазар-квадребинового подхода. Как видите, при медиане наблюдения в больше, чем два года только один пациент из 15 не ответил, и один пациент спрогрессировал на терапию квадребином. При этом это пациент, у которого потом уже были молекулярные маркеры, обнаружены плохого прогноза, и пациент, который изначально лечился тоже нестандартно. Хотя, конечно, квадребина поначалу мы боялись очень, потому что мы помним волосатоклеточный лейкоз, то, что ассоциируется с длительными потом лимфопениями и инфекциями у таких больных. Чтобы продемонстрировать возможность переносимости стандартной терапии из шести курсов, я объединил наши данные по 10 ацитозам, ну и позволил добавить себе несколько человек с мастацитозом, которые тоже получали по нескольку курсов квадребина. И мы видим, что из 20 больных только у трех развелись тяжелые осложнения, которые еще непонятно с чем связаны. А воскулярный некроз костей развился синхронно с прогрессированием кисти ацитоза. Затяжной ОРЗ предшествовал 15-летний период приема преднизолона, когда после квадребина развился рецидивирующий синусит. Ну и одной пациентке на фоне прогрессирования гемобластоза после квадребина развилась затяжная цитопения. Связано ли это с препаратом или с основным заболеванием, сказать трудно. Поэтому даже вот эти шесть курсов квадребина переносятся в целом хорошо. С цитозарем ситуация похожая. Один пациент получил инвазивный эспергелез, но до этого там было около 12 лет приема преднизолона. Ну и буквально два слова уже про эффективность квадребина. Покажу пациента, которому было 35 лет, на тот момент, который 8 лет наблюдался с несахарным диабетом и работал, занимался физическим трудом. В какой-то момент он почувствовал боль в ноге. И, как видите слева, вся левая тазовая кость представляла собой довольно крупную полость, которая держалась, по сути, только на стенках. Была сделана биопсия оттуда. Был диагностирован 10-ацитоз из клеток ландерганца с поражением костей, печени, центральной нервной системы. Это высочайший риск. И он получил стандартную терапию квадребином и залиндроновой кислотой. Уже после первого курса боли прошли. На контрольном КТ, как видите, вся полость замещена костно-хрящевой тканью. И сейчас прошло уже почти 3 года. Он работает, боли нет и чувствует себя хорошо. Таким образом, по нашим данным, да и по данной литературе, чаще всего 10-ацитозы проявляются поражением костей и лёстях. Местная терапия локальных форм кванальных 10-ацитозов эффективна. А про системных у взрослых эффективен кладребин и цитрабин. При лечении резистентных форм оптимально-таргетная терапия. За несколько лет изучения 10-ацитозов у взрослых написано несколько работ. Они есть на сайтах. На сайте мы будем очень рады, если они пригодятся. Будем рады вас видеть на нашем сайте. Есть видео-лекции, где я ещё раз говорю о 10-ацитозах у взрослых. Я благодарю всех своих коллег, кто принимал участие в этой работе. И я могу сказать, что мы очень рады помогать и советам, и делам, в том числе и диагностикой таких пациентов. Поэтому, если что, как говорится, обращайтесь. Мы будем очень рады вам помочь. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо. 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 Спасибо.